всем привет с вами мамина азбука вернулась я с отпуска и накопилось много вопросов пока я была в отпуске от вас в разных ресурсах отвечаю в этом видео поговорим про триггер возникновения нарушений я думаю что большинство из вас владеют информации о том что много зла до много всего плохого связано у нас с прививками с какими-то болезнями и до этого у нас все было норма а потом вдруг что-то происходит ребенок заболевает или ему делают прививку и все его нормальное развитие останавливается мы получаем откаты и с тех пор начинают прогрессировать те нарушения те заболевания которых помине до этого не было поговорим про то как это происходит я честно говоря устала слушать про то что причина нашего аутизма в прививке причина нашей умственной отсталости простить интеллектуальной недостаточности в том что кого-то где-то напугала собака или что-нибудь еще подобного плана каждый раз когда ко мне приходят вас с этим я начинаю открывать анамнез и я вижу архи плохую беременность я вижу неподготовленное зачатие я вижу плохое хроническое состояние здоровья у матери то есть до того когда возник вот этот триггер у нас уже накопилось достаточное количество разных моментов и факторов которые в принципе то на организм ребенка влияли еду просто так вышло что что-то послужило тем триггером когда ну скажем так запустились видимые проявления этого нарушения но каждый раз когда мы начинаем разбираться детальными составляем длинные анамнеза вы знаете у меня большой хорошей длины выходит что предвестники уже были и мы изначально имели ребенка с поврежденной нервной системой просто вот эта вот тенденция что если ты дышишь шевелишься и тебя вынесли как бы здоровым значит ребенок норма и если невролог поставил норму то все хорошо меня честно говоря ну всегда ставит в тупик если все у всех неврологов так хорошо то откуда у нас такое количество детей с поврежденной речевой функции да то есть здесь все просто и понятно речь это ну верхушка айсберга который на только проявляется на фоне поврежденной нервной системы если вы умалчиваете информацию про ее повреждение не говорите родителям ничего то все потом удивляются да то есть если вроде как бы ты понимаешь что у тебя есть повреждения в нервной системе ты были что-то с ними пытаться делать и даже если это не какая-то медицинская история то ты хотя бы будешь понимать и не удивляться если что-то будет происходить но как правило у нас происходит то у всех по-другому и поэтому у нас все было хорошо на аутизм вот на фоне этого или что нибудь все все было хорошо а потом произошло вот это так не бывает это значит что организм находился вот это состояние порога готовности к этому и нервная система была уже повреждена и кроме нервной системы еще были какие-то факторы воздействия какие-то моменты по организму которые в целом уже говорили нам о том что надо бы под здесь под шаманить чтобы было аккуратненько но на них как правило никто не обращает внимание что это может быть до из того что ну прям вот в глаза не бросается то есть не в счет там моторные задержки не в счет до речевой развития задержка что это может быть это моменты которые я рассказывала в тревожных звоночках развития видео есть тоже в плейлисте можете посмотреть это всякие моменты со срыгиваниями содержание температуры с непонятно вылезшими лимфоузлами на чем и все таки у нас же зубы а потом оказывается что это были не зубы с длительными температурами без всяких проявлений это явная стычка с какой-то бактериальной инфекцией которая по анализам только хороший там врач может это увидеть и не всегда это нужно лечить это про какие-то трудности терморегуляции да когда вы одеваете ребенка вроде по погоде видите что ему жарко или холодно и так всегда это какая-то излишняя потливость это какие-то моменты с тем что у вас режим не налаживался это какие-то моменты с тем что были какие-то не стандартные реакции на обычные вещи или каждый раз на один и тот же знакомый предмет или ситуацию реакция была запредельно разная и ну какая-то очень неадекватно национальная или это вообще не вызывало никаких эмоций у ребенка ну и плюс естественно вот это вся наша панель которую мы смотрим доречевое развитие моторная психоэмоциональная физическое здоровье там банально да и вот эти вот все моменты конечно когда есть вот эти все штуки незакрытые дефициты по организму естественно когда организм сталкивается с генной средой он реагирует на нее не очень хорошо то есть организм может хорошо отреагировать на вот такой вот патоген да как серьезное заболевание или прививка только тогда если он ну реально насыщен а насыщен он должен быть значит должны быть закрыты дефициты микроэлементов в нем естественно там всякие ферритины все вот это должно быть в идеальном состоянии он не должен быть в состоянии хронической бактериальной вирусной инфекции нервы спаления и так далее к сожалению у нас не принято сдавать расширенные анализы совсем маленьким детям ой больно этот пальчик маленький уколоть тяжело согласна у меня тоже есть ребенок я знаю что такое было сдать ему анализы это все правда напряжена но если ты понимаешь изначально что тебя была беременность так себе понимаешь у тебя были роды так себе то ну простите перебдеть вот здесь но это дело принципа еще раз напоминаю что в принципе наши дети никому кроме нас лично с вами не нужны и как бы там ни было никто не будет там из врачей и педиатров у которых на участке детей бегать за вами и что-то там пытаться от вас захотеть вот по прививкам да это их личная заинтересованность статистика у них есть их правда это лишает премии а вот бегать за вами чтобы сделать вас чуть-чуть поздоровее никто не будет если вы не чухаете вот эти вот первые звоночки то собственно говоря с кого тут спрашивать да и естественно когда вот эти патогенные факторы влияют да не возможно предугадать в какую сторону произойдет искажение ну как правило страдает либо новый навык вот прям только-только сформировавшийся он как правило откатывается распадается либо какая-то полностью одна сторона да то есть если это конечно какие-то серьезные потом последствия как например и пи а то там невозможно угадать где она будет шкалить хотя мы тут наблюдали и я пытаюсь собрать эту статистику к сожалению у меня нет такого количества детей с разными видами этой активности чтобы можно было собрать статистику по зонам которым шкалят вспышки посмотреть например не было ли в эти моменты в вообще в этих зонах родовых травм но я вот замечаю корреляцию да то есть если была киста и она потом сама рассосалась если это была родовая киста в этом месте то в этих зонах действительно я вижу сами эти вспышки почаще но как правило это вот эти вот дольки да а все-таки это доли очень важные и они ну как-то максимально включенная соответственно может быть поэтому больше всего лишь к ну тем не менее в общем пока что я не могу это отследить в полном объеме но я информацию потихонечку собираем может быть через пять лет я смогу сделать какие-то реальные выводы как например у нас получилось сделать выводы по сдвг по взрослым детям хотя я очень долго не верила что дети с сдвг имеют ряд особенностей предпосылок к скатыванию в пограничное расстройство личности тем не менее мы это отследили на практике и потом можно начали поднимать психиатрию где об этом написано но когда все приходят к специалистам подумаешь он активный конечно это в жизни пригодится все будет нормально и потом только хлопать депрессия хлопать укр хлопать еще что-нибудь ну ладно это отдельная тема видео или может быть эфир будет на этот счет много чего интересного теперь поздно в г у меня есть я копнула и узнала поделюсь обязательно так про наши вот эти вот триггеры на то есть триггеры можно поделить на три группы farm воздействие сюда прививка таблетки антибиотики и я вам сказала что возможно сюда отнести те случаи экстренного спасения да то есть когда у нас была вынуждена гипоксия спасали либо огромными дозами препарата как например при токсическом шоке да вот колют препараты иногда и адреналин уже до сердца доходят в общем вот эта вся категория вторая категория это стрессы то есть все-таки триггером действительно может стать стрессобенная ситуация из-за испугала собака родители разводились попал в больницу и это был стресс хотя там уже комбинации но все же и третья группа триггеров это болезни болезни тоже комбинированная история поскольку там всегда есть фарм лечения но сами болезни все-таки больше про то что происходит изменение на микроклеточном уровне в организме и ну вроде бы как ты понимаешь откуда тогда ноги растут и куда она бьет например грипп и ветрянка бьют по-разному и триггер ветрянки я знаю куда будет бить триггер гриппа я знаю куда будет бить и ну то есть там будет чуть-чуть другие протоколы с нутрицологами дальше и ну ожидания будут разные да это ну много факторов накладывается так прям об этом всем не расскажешь ну вот и есть вот эти три группы что делать вообще если вы понимаете что триггер у вас был и вы заметили откат на этом всем конечно же бежать к специалистам никому не верить с неким неврологом что все потом нормализуется при токсическом факторе и болезнях обязательно нутрициолог прям расширенный протокол убрать максимум побыстрее из организма всякой гадости при стресс-факторах естественно мы убираем сначала стресс-фактор потом наводим порядок в организме если это что-то ну типа эпиактивности там проявление какой-то болезни серьезной то мы сначала занимаемся купированием той болезни до которая вызвала это все и потом уже занимаемся новыми симптомами потому что пока причина не убрана пока надействует на организм смысла чего-то делать нового у нас с вами нет вы все это прекрасно знаете понимаете да думаю здесь вопрос не стоит и так значит с этим мы с вами разобрались что делать в каждой группе да то есть каждой группе три мира то есть при вот это вот стресс-факторе обязательно нужно потом когда все закончится стресс-фактор берется посмотреть именно дефициты микроэлементов и на какое-то время дать послабление нервной системе и поддержку магнием вот всеми вот этими историями для того чтобы сохранить хранительный режим когда нервная система еще после тоже может хапнуть чего-то очень важно именно стабилизировать нервную систему с помощью микроэлементов для того чтобы после стресса не наступила болезнь на психосоматике да то есть не схватили еще какую-нибудь простуду или что-нибудь это будет тогда вообще тумач будет совсем плохо то есть здесь главное хранение для нервной системы если мы говорим про токсические факторы таблетки препараты и так далее то есть надо дождаться того когда вам уже нельзя пить антибиотики но в плане того что вылечили там вас да и вы бежите к нутрициологу максимально быстро все это выводите из организма тут еще очень важный момент физическое развитие поскольку все наши обменные процессы вывода токсического фактора завязаны на нашей активности то есть нам прям надо много заставить наших детей что-то делать физически много ходить гулять лазить ползать они будут вялые после этого это факт но нужно сделать так чтобы сами обменные процессы работали побыстрее и что касается самой вот этой болезни да если делал болезнь как таковой то конечно же ну здесь ведется параллельная терапия одного с другим то есть вы сразу идите на внутреннюю поддержку и попутно лечите то что есть и оккупируйте максимально вот этот вот источник так например эпик вспышки для того чтобы дальше все было неплохо так про это рассказала значит еще хочу знаете что донести до вас чтобы вы понимали что всего не застрахуешься да что триггернуть может в принципе что угодно и как пойдет там вашего рвида никто не знает им тоже можно болеть два месяца и скатиться потом еще в какую-нибудь психосоматику но если на момент возникновения триггера а состояние организма хорошая триггер будет воздействовать меньше силы его воздействия тоже будет меньше эффект на организм будет тоже меньше и именно для этого нам нужно чтобы каждого ребенка с рождению толковый нутрициологом издавали анализы и все это или и знали что у нас там смутировала не смутировала все вот эти моменты чтобы мы могли закрыть это критично критично важно иначе ну собственно говоря с этим уже ничего нельзя будет сделать и выход из вот этой проблемой будет происходить дольше надеюсь вы понимаете поэтому ну если все таки такая ситуация случилась не тяните бегом-бегом-бегом разбираться никаких там вот этих вот историй ой ну пусть он сначала в себя придет а потом мы где-нибудь там потом сходим потом там еще какая-нибудь ой рви потом отпуск и это все тянется растягивается нет вот этого быть не должно я вас заклинаю пожалуйста решать эти моменты максимально рано я вообще не понимаю этих вот историй когда что-то случилось полтора года они приходят коррекцию в 4 где вы были до этого что вообще там не знаю подземелье живете не слышали ни разу что надо как-то побыстрее шуршать ну что там уже можно сделать так 45 лет когда все там клиническая картина вся буйным цветом цвела вот этих три года то есть раскрутить это до нормы но потом практически невозможно вот поэтому об этом помним надеюсь здесь в принципе все вам рассказала а все рассказала конечно же все рассказала самое важное вам не рассказал про профилактику этих триггеров надеюсь вы поняли что это про поддержку организма знать про организм все то есть генетические вот эти все анализы на генетические поломки прям сразу после рождения сдаются в обязательном порядке в современном мире чтобы точно знали что где есть у вашего ребенка чем можно что нельзя это первый момент второй момент это хранительный режим для нервной системы каждый раз когда с ней что-то происходит примеру ребенка есть новый на вот он только-только вертикализировался значит вся нервная система весь организм занят этим автоматизация этого навыка это значит что в эти моменты нужно соблюдать сохранительный режим не тянуть ребенка на детский праздник на котором он вообще ничего еще не понимает но будет там перевозбуждаться не планировать каких-то бешеных поездок и массу впечатлений и строганием животных там со всем остальным ну на вот эти вот периоды дали там только-только речь пошла только-только фраза пошла или тоже чешется на прививку так делать не нужно если вы все-таки хотите колоть ребенка до трехлетнего возраста хотя в современном мире я говорил у меня ребенок колот по графику но если бы у меня был второй ребенок я бы начинала думать о прививках точно после трехлетнего возраста только выбери все остальное хотя может быть и не до что бы делать до прививок потому что мне кажется что сейчас я бы не родила здорового ребенка ну это так лирика поэтому по поводу прививок то есть все таки ждем трехлетнего возраста если у нас были факторы повреждения нервной системы вот окрепно нервная система плюс минус основные навыки речи хождение моторики там все вот у нас закрепилась пожалуйста прошло три месяца если ребенок здоров можете начинать там что-то делать ну хотя бы так то есть нужно изначально понимать насколько у тебя есть поврежденная нервная система и можешь ли ты что-то от нее хотеть если например у меня есть ребенок с поврежденной нервной системы и у него есть хронические отиты я с каждый раз знаю что его там дезортрия например будет просто прогрессировать откатываться каждый раз когда он будет болеть отитом то есть у меня в профилактическом заключении до в рекомендациях будет написано профилактика отитов с помощью там лечение золотистого стафилокока его выявления и так далее и так далее и так далее внутри поддержка по вопросам и так далее и так далее и так далее если у меня там отиты провоцируют что там да там например бассейн погружение в воду вот это вот вся история плюс психогенные факторы когда например ребенок уходит сад и там на него кричат я буду писать что вот эту вот всю штуку делайте пожалуйста после того как мы запустим речь до фразы и автоматизируем там уже пожалуйста сады бассейны вся вот эта история если я вот прям вижу такие моменты рекомендую вам тоже об этом думать это все грамотно просчитывать потому что можно схлопотать можно чем-нибудь схватить думая что у тебя все хорошо но на самом деле не хорошо поэтому реально надо понимать что с организмом а как ты будешь понимать если ты не сдаешь анализы жалеешь ребенка денег на анализы и так далее то есть ну это как в базовом до в базовой комплектации поддерживать организм в нормальном состоянии вот это наверное самое основное